Всем привет, друзья! С вами снова Иннокентий Камалов, Школа Барабанщиков. И я решил для вас снять несколько уроков по популярным ритмам для джемби, поскольку наша школа набирает базовый курс. Я думаю, это будет интересно нашим новым ученикам. Итак, нам будет, как всегда, помогать наш старый добрый канакол. Буковка Б над слогом, это у нас означает бас, работа в серединочку барабана. Буковка Т означает тон, работа в среднюю ось барабана. Буковка С у нас означает слэп. Сегодня слэп мы внедрять в драм и бас не будем. Итак, приступаем сразу к разбору ритма. Сначала произносим канакол и хлопаем. Этот ритм нужно играть с заполнениями обязательно, иначе он будет звучать весьма не очень. Что такое заполнение, напомню. Заполнение – это касания практически беззвучные, такие шероховатые, в барабан. То есть, все слоги, над которыми не написаны маркеры бас или тон, мы играем заполнениями. Смотрим, как это работает. Три, три, четыре, и... Так-а-ди-ми, 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 так-а-ди-ми. Рекомендую сразу, во избежание ошибок, заполнение играть только вот так вот аккуратненько кистями. Многие мои ученики практикуют игру заполнения подъемом руки. Но у них ничего не получается, потому что, когда вы поднимаете руку, рука неминуемо извлекает звук. Наша задача – извлечь шорох. И так чуть побыстрее. Три, и... Добавляем темпо Добавляем еще темпо Добавляем еще темпо Для того, чтобы фон заполнения звучал правильно, наша задача Отдельно вот так вот посидеть И поучиться играть ровненькие заполнения практически беззвучно Послушайте, как они должны звучать Вот так вот сидите И тратьте ваши попа часы На то, чтобы Учиться играть кистями правильно, последовательно Если так быстро не получается Работайте кистями медленно Чтобы между касаниями у нас получались Равномерные, одинаковые звуки Чтобы одна рука у нас не выбирала Добавляем еще темпо Три-четыре Посмотрите, без дополнений будет не то Скукотища, руки некуда деть И рассмотрим с вами небольшое добавление Одно Допустим, мы с вами один раз сыграем Так, как я показал А второй раз В конце добавляем один ударчик Добавляем в конце Один ударчик И чередуем их по очереди Например Таким образом Экспериментируйте с этими шестнадцатыми длительностями С этими пустыми слогами Пробуйте в какой-нибудь из слогов Добавить один ударчик Два ударчика На фоне вот этого ритма Пробуйте добавлять то бас, то тон Учитесь импровизировать И с вами вновь был Иннокентий Камолов Школа барабанщиков Не забывайте рассказывать друзьям О наших бесплатных уроках Приходите на наши курсы В нашу школу Ставьте лайки Делайте репосты Смотрите наши видео еще Всем спасибо за просмотр Субтитры сделал DimaTorzok